МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь уже скучна для сотен миллионов землян. Им постоянно приходится себя развлекать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роскошные машины. Прекрасные женщины. Яхты похожи на космический корабль. Все это выглядит как настоящее, но радости многим не приносит уже никакой. Вы смотрите программу на будущее. Как мы будем развлекаться в мире, где работать надо все меньше? Кто не хочет работать, будет веселиться. Среднеамериканец уже отдыхает 5 часов в день, а работает только 3. Развлечения стали смыслом жизни миллиардов людей, главной функцией городов и важным источником дохода государств. Свободное время – это объект информационной войны и самый востребованный ресурс. А значит, в 21 веке успешными станут те государства и общества, которым удастся превратить работу в игру. Уже сегодня десятки научных исследований проводятся силами геймеров. В свободное время они сворачивают белки, сравнивают генетические последовательности и рассматривают космическую пыль. А уже через 10 лет разработчики дополненной реальности обещают превратить в игру всю нашу повседневную жизнь. Вместо того, чтобы просто подметать пол, уборщик будет гонять лазерным веником виртуальную инопланетную нечисть, а бухгалтер вместо создания годового отчета будет охотиться за электронными бабочками, вылетающими из монитора после каждого написанного абзаца. Но сможет ли простой человек сам контролировать свои развлечения? Или же окончательно станет марионеткой в большой игре транснациональных корпораций? Появятся ли методы безопасного влияния на мозг, который позволит получить недельную дозу развлечений за полминуты? И как быть, если развлечения будущего станут настолько увлекательными, что люди откажутся есть и спать, чтобы не упустить ни одной минуты технологического кайфа? Прежде чем понять, как мы будем развлекаться в будущем, давайте разберемся, какое место занимают развлечения в нашей жизни сегодня. У нас в гостях предприниматель и известный пропагандист патриархальной ценностей Герман Стерлигов и психолог Юрий Шевченко. Здравствуйте. Юрий, первый вопрос вам. А зачем вообще нужно развлечение? Понимаете, у людей можно выделить две потребности, которые могут быть связаны с развлечениями. Одна из них связана с потребностью получать положительные эмоции, то есть получать удовольствие. А вторая – это потребность в новых впечатлениях, вообще в новой информации, в некой новизне. Кирилл Иванович, а вы как считаете, развлечения нужны человеку? Конечно. А для чего они нужны? Для того, чтобы развлекаться. Ну, а для чего нужно развлекаться? Чтобы отдыхать. Просто развлекаться можно с мертвичиной, типа компьютера, а можно с живым человеком, с живой природой. Какие-то примеры? Потому что современно наши смотрят в основном все-таки городское население, они, наверное, забыли уже, какие развлечения бывают? Охота, лошади, гости, общение, живые беседы, чтение книг, таких как летописи, там, древних, допустим, лицевой свод Ивана Грозного, 17 тысяч миниатюр цветных и так далее. То есть это живое интеллектуальное общение. Книги – это тоже живое общение? Книги, безусловно. Но если это электронная книга на планшете? Это мертвое. Появление новых форматов, новых компьютерных технологий приводит к тому, что мы забываем про живое общение, про общение с людьми. Когда ребенок работает с компьютером, он перестает общаться с своими родителями. У него появляется какой-то свой собственный символический мир, который он выстраивается. Да и не свой собственный. У него появляется мир пи***в, лесбиянок, которые исполнены компьютером, извращенцев и ублюдков, колдунов и безбожников. И они его воспитывают вместо родителей, потому что он с ними общается. Правильно я понимаю, что не только компьютеры, но и весь современный комплекс развлечений, то есть Голливуд, театры, вы отбрасываете. Мерзость сатанистская, школа дьявола. Вот вопрос, Юрий, к вам. Можно ли сказать, что роль развлечений, она принципиально другая сегодня, чем 100 лет назад, 200 лет назад? Это ключевое отличие в том, что сейчас игра стала очень распространенным форматом отношений между людьми. При этом, что происходит с человеком внутри, психологически, да? Одна позиция – человек играющий, и он находится в этой игре с другими людьми, строят между ними отношения. Но при этом у него появляется вторая позиция. Позиция человека, наблюдающего за самим собой. И он понимает, что это все искусственно, что это не настоящее, что это лишь те правила, которые мы создали. В этом смысле получается, что все, что человек делает в современном мире, это так или иначе развлечение. Он может всегда отнестись к этому, как к игре. Юрий, вот вы делите развлечения на правильные и неправильные, вот как Герман Львович тоже, по какому-то критерию? Я на мертвые и живые делю. Ну, мертвые считаете неправильные? А вот живые уже можно делить на правильные и неправильные, на богоугодные и нет. А, вот так вот. Да. Ну, можно, допустим, педофилией заниматься, а можно, допустим, лицевой свод обсуждать. То есть и то, и то – живые развлечения. Ну, одно сатанинское, а другое – богоугодное. А вот педофилией по компьютеру заниматься – это мертвые. Вообще, вот те развлечения, о которых идет речь, это удел, прежде всего, бездельников, городских бездельников. Потому что город – это средоточение людей, которые имитируют деятельность. Им скучно. И для того, чтобы как-то убить свое время, им приходится придумать всякие извращения. Извращения и развлечения – это синонимы. Так, вы так считаете? Да, конечно. Я же говорю, как я считаю, а не как вы считаете. Нет, а лицевой свод – это не извращение? Нет, это не извращение. С моей точки зрения, это больше извращение, чем… Да вы его видели когда-нибудь? Я вот компьютерные игры видел. А вы лицевой свод когда-нибудь видели? Я не знаю, что такое даже страшное. Отвечайте на вопрос, вы видели его или нет. Нет. А вы не видели, а говорите, что это извращение. Ну, а я тебе говорю, что ты пес смердящий, если ты говоришь, что лицевой свод – это извращение. Понял? Смердящий псина, которую харю надо бить вообще по-хорошему. Понял? Это извращение. Далее мы узнаем, как развлечения уничтожают звезд шоу-бизнеса и как мы будем развлекаться в будущем. Это извращение. Несмотря на то, что ярых сторонников патриархальных ценностей современные развлечения приводят в ярость, с каждым годом у них все больше сторонников. И сегодня выражение «большой ребенок» – не приговор. Инфантеризм вообще называют двигателем экономики, развития человека. И сейчас появилось десятки новых профессий, которыми в совершенстве владеет каждый второй 10-летний ребенок, если дома у него есть компьютер и механические игрушки. Ребята, значит, нам необходимо сейчас дополнить здесь датчиком касания, и чтобы у нас ультразвуковой датчик тоже был здесь. И с датчиком расстояния нужно будет поработать. Татьяна Федоровна ориентируется в деталях детского конструктора, как рыба в воде. Это сейчас она счастлива в должности преподавателя робототехники. Предыдущая работа электриком в проектном инженерном институте удовольствия приносила куда меньше. Монатонная работа в выполнении каких-то госзаказов. Это освещение, линии, чертежи. Но это в прошлом, а сейчас у нее не работа, сплошные детские забавы. Превращать яркие детали в роботов и учить этому детей – главное дело ее жизни. Президентская премия и стеллаж с кубками, которые выиграли ученики Татьяны – яркое доказательство того, что играя в детские игрушки, и взрослый может заработать почет и уважение. Свободное перемещение по локациям. Можно идти просто ни черта не делать абсолютно, при этом получать удовольствие, банально наблюдая. О такой работе мечтают миллионы. Единственная обязанность Олега – играть в компьютерные игры. В его трудовой книжке так и написано – «Гейм-тестер». О предыдущей записи игроман вспоминает с содроганием. Самое отвратительное было, ну, наверное, работа на классном заводе, менеджером по снабжению, по закупкам, счет фактуры, накладные, какая-то прочая бюрократическая хрень. В общем, чушь собачья. Минусов в такой работе найти сложно. Олега не пытается. Его потеха длится не час, а все время. К нам присоединяется Алексей Макаренков, главный редактор журнала «Игромания». Переходим на следующий уровень. Алексей, расскажите, сегодня игры занимают в нашем мире гораздо большее место, чем раньше? Игры интегрируются очень плотно в жизнь. Вот если взять, например, игры в социальных сетях, то, с одной стороны, человек там общается, при этом в любой момент может нажать кнопочку, запустить какой-то проект, поиграть, одновременно тоже общаясь с друзьями, общаясь с коллегами, общаясь с людьми, которых он не знает, при этом знакомиться с ними. Если так будет продолжаться, то в какой-то момент весь наш мир просто превратится в большой детский сад. Ой, ну а что значит детский сад? Не надо так сильно утрировать. То есть какие-то простые вещи, которые мы делаем без игрового участия, потому что вот мы говорим «компьютерные игры», «Боже мой, как это страшно». На самом деле игровой процесс – это процесс обучения человеку. Игра тем хороша, что она моделирует некие реальные отношения, и проигрывая эти отношения, мы увеличим свою готовность и уверенность к тому, чтобы в реальных отношениях совершить нужный поступок. Есть очень пассивные виды времяпровождения. Когда ему сверху падает бесконечный поток кристаллов, ему нужно просто на зеленую нажимать левую кнопку мыши, на красную и правую кнопку мыши. Нет, я не спорю, что есть игры безумно простые. А их доля увеличивается? Ведь раньше не было так. И быстрее растет, и простых игр, логично, становится тоже намного больше. Мне представляется, что сейчас будущее за играми, которые будут учитывать социальную составляющую, будут объединять людей. Сделать игру, в результате которой человек получает работу, реальную работу. Вы же, наверное, по привычке рассматриваете игры, как нечто, во что мы играем на экране, на телефоне, на компьютере. Но ведь есть и дополненная реальность, которая через 10 лет будет намного более развита. Игры могут проникнуть в каждый момент, вплоть до того, что если вы открываете холодильник, а вы решили похудеть, то холодильник будет вас заставлять сначала пройти какое-то испытание небольшое, уровень в Титрес сыграть. На мой взгляд, вы сейчас очень здорово лутрируете, потому что там, где игры мешают обычной жизнедеятельности, и им проникать в смысл. Хорошо. Юрий, к вам вопрос. Как вы считаете, в каких видах деятельности игры неуместны? Проблема в другом. Проблема в том, что эмоциональные впечатления мы стали получать больше в игровой, в виртуальной реальности, если даже широко понимать, и это и в индустрии развлечений, то есть в фильмах, в театре, в других местах. Человек, способность испытывать эмоции, она же не пропадает. Он выходит из кинотеатра, он точно так же видит, как два мужика кого-то грабят. Почему же он не реагирует на это, как в кино? Ну, грубо говоря, привыкает. Привыкает к вот этому накалу переживаний, и то, что происходит в реальности для него, это по сравнению с теми переживаниями, которые были в этом виртуальном мире, они более бедны, более не так насыщены. То есть через какое-то время нам вообще станет скучно учиться нормально, и мы будем требовать, чтобы всё, что мы узнаём, приходя вот в формате развлечений? Боюсь, что вот тенденция именно такова. Нас в детстве приучали к мысли, что мы должны постоянно трудиться. В школе, в институте, на работе необходимо преодолевать себя, занимаясь чем-то неинтересным. Но, может быть, наши учителя ошибались, и в будущем получение всех необходимых навыков и знаний превратится в интересную и красочную игру. Через некоторое время вы сами определите тему урока и назовёте её. Угадать тему – важный элемент обучения, ведь урок не простой, а социо-игровой. Это значит, что дети могут свободно перемещаться по классу и просить помощи у одноклассников. Хлопок означает, что группа готова ответить. Делиться на группы необходимо, чтобы ученики могли подсказывать друг другу. Здесь за это двойки не ставят. Сами разъявляемся, так разделяемся. К очень умному человеку в команду записываемся. Педагоги говорят, социо-игровая форма раскрепощает детей и развивает уверенность в собственных силах. А чего бояться, если к доске можно выходить с надёжными товарищами? Когда грань между развлечениями и уроками стирается, для ребёнка уже не важно, физика сейчас или русский язык. Главное – это весело. Прогуливать смысла нет. Наш следующий гость – нейрофизиолог Сергей Савельев. Один из крупнейших специалистов в России в области строения и эволюции мозга. Сергей Вячеславович, зачем мозгу нужны постоянные развлечения? Сергей Вячеславович, представим себе некий гипотетический образ удачливого менеджера средней руки из какого-нибудь «Газпрома», который получает приличную зарплату и тем не менее дуется в какую-нибудь игру у себя на работе. В чём дело? Чего это привлекает? Чем он не удовлетворён? Потому что система открыта, он должен до бесконечности повышать своё благосостояние, не важно, что у него там уже 10 миллиардов где-то запрятано. Не важно, что у него уже 20 потомков от 15 женщин. Не важно, что, так сказать, его любят и ценят все вокруг, особенно за его деньги, он всё равно хочет больше. Любая победа для мозга всё равно, имитирующая или реальная, приводит к выбрасыванию эндорфинов, серотонин, он получает райское наслаждение. То есть то, чего он не может в жизни получить годами, в игре имитирующей жизнь, он получает мгновенно. Правильно ли тогда относить игры, как это часто делают, к таким виртуальным наркотикам, сравнивая их с алкоголем, с алкоголем, с алкоголем, с алкоголем. Абсолютно верно. Действительно, игры, поскольку они собой подменяют на биохимическом уровне, на самом древнем, подменяют реальные ощущения, конечно, это выход, это отдушина. И то же самое, что религия, только в более изощрённой форме. Не извращённой, а изощрённой. Потому что в религии, в литературе человек должен себя сам убеждать и имитировать состояние. А компьютерные игры, особенно с хорошими компьютерами, с хорошим зрелищем, с хорошим звуком, со всем остальным, они достигают этого попроще. Юрий, вот как вы считаете, можно согласиться с такой характеристикой общества и института развлечений, как замены церкви и религии в опиум для народа? У нас теперь в опиуме телевизор, как известно. Самый большой риск, что мы получим в обществе распад общества из-за того, что люди не будут социализироваться так, как происходило это раньше. Игры, с моей точки зрения, это добро, это прекрасно, это хорошо. Всё, что позволяет держать обывателя в состоянии управляемым, в любой стране мира будет поддерживаться. В будущем развлечений будет всё больше? Развлечений, да, я думаю, будет больше. Если цивилизация продолжит развиваться по принципу освобождения энергии, освобождения свободного времени, то, безусловно, игр будет больше. То самое освободившееся время надо чем-то заполнять, и мы будем заполнять его, так скажем, максимальным количеством удовольствия. Далее мы узнаем, как развлечения уничтожают звёзды шоу-бизнеса и как мы будем развлекаться в будущем. Знаменитые говорят, что шоу-бизнес – это наркотик, от которого сложно отказаться. Артисты, теряющие популярность, как спортсмены в форму, переходят в продюсеры. Однако есть люди, которые отказались от мира блёсток, фанаток и телекамер и не жалеют об этом. Такого Сташевского ещё никто не видел. Пока коллеги известного певца гуляют на светских раутах, Влад холит и лелеет свою красавицу-лошадь. Что лучше – ночной клуб или конюшня? Влад давно определился – гламурные вечеринки не для него. Кто-то, наверное, счастлив, что его в этот момент снимают с бокалом, что он в какой-то компании якобы достойных людей. Что делать в конюшне, Влад знает отлично. Чистка, массаж, ковка – занятия, на первый взгляд, несовместимые со звёздным статусом, в умелых руках певца кажутся совсем лёгкими. Вот эти ощущения – галопом, усиленным галопом, простор, свобода по полю, наши российские замечательные просторы, пейзажи. Вот она, настоящая романтика, вот она, настоящая жизнь. Физический труд и единение с природой. На это Сташевский променял бесконечный праздник в светской жизни. И нисколько об этом не жалеет. У нас в студии известная певица, солистка группы «Туци» Ирина Ортман. Ирина, скажите, а вы могли бы представить свою жизнь без развлечений, без тусовок, и так же, как у вас, Сташевский, заняться чем-то более спокойным? Посещение каких-то мероприятий светских – это часть нашей профессии. Без этого никуда. Доминантность достигается, извините, что я вас перебила, доминантность достигается разными способами. Можно в рубище залезть на столб и там сидеть 10 лет. Это тоже. И можно ездить в Роллс-Ройсе. И можно ездить на конях. Если он окажется, что у него конь еще и шестиногий к тому же, будет вообще отлично. Я вообще против шоу-бизнеса. Я за творчество, за любые творческие профессии, за любимые, в принципе, занятия. И шоу-бизнес не наркотик. Наркотик – любимая работа в любой сфере деятельности, не только в шоу-бизнесе. К сожалению, весь шоу-бизнес, извините, построен на том, чтобы обманывать неустойчиво гормональный психический подростков. Ирина, вы согласны, что шоу-бизнес эксплуатирует эту возрастную группу, их психологическую потребность, открывшуюся. Наверное, да, определенные ниши играют по этим правилам. Ничего каждый человек выбирает сам. Ничего подобного. Он просто залезает в карман родителям и идет на конце. И смотрит все-таки в средства массовой информации, да, что навязывает нам экран. Они то, что видят, то и едят, скажем так. То у них же выбора-то нет у детей. Да, видят постоянно группу ранетки, они вот и идут на ранеток. Когда мы говорим о шоу-бизнесе, мы обращаемся опять к самым низменным человеческим страстям. Шоу-бизнес смотрит на красивую девушку, которая сияет, как пасхальный пряник, которая имеет прекрасные внешние формы, там, роскошная грудь, длинные ноги. Никто ж не думает, что это там сделано специфическим образом. Не важно. И все очень просто. У нее ничего нет. Она же ведь не столевар. Ей же не нужна доменная печь. Она просто вышла, машет ручками, прыгает ножками и поет. Давайте ко мне это не применять. Нет, не про вас. Потому что я профессиональный человек, и я с детства училась. Я говорю то, что видят дети. Они же видят картинку, учиться не надо. Ну, ноты выучить надо. Ну, там, это так предполагается где-то на заднем плане. Ну, вообще, там можно нанять людей, и какой прекрасный результат, доминантность, которая достигается сразу, мгновенно, в 16 лет, открыл рот и запел. Естественно, их тянет туда тысячами, потому что они видят решение всех своих проблем. И финансов, и доминантных. Ирина, вы можете для всех, кто нас смотрит, прямо сказать, что это не так? Это не так, это большой труд. Представьте себе, что в будущем каждый человек сможет действительно петь не хуже, чем Ирина, благодаря тому, что у него вот здесь вот там чип стоит, который управляет его голосовыми связками. В раоке, в любом ресторане, мы уже сейчас пройдем. Сейчас существуют такие технологии, когда вот приходят, правильно, господин сказал, что по ноткам, по буквам начитали и тебе собрали. По мнению многих радикально настроенных мыслителей, человечество слишком увлеклось легкой жизнью и погоней за постоянными развлечениями. Труд сделал из обезьяны человека, продолжают считать они, однако люди, которые неистово трудятся с утра до вечера без отпусков и выходных, сегодня это уже считается заболеванием. Счастье в труде. По такой формуле живет большинство граждан Японии. Правительство страны восходящего солнца явно относится к меньшинству и видит в чрезмерном рвении японцев сплошные несчастья. По неофициальным данным, в Японии ежегодно от переработки умирает свыше 10 тысяч человек. Увеличение количества национальных праздников, такую вакцину от трудоголизма власти прописали своему народу. То, что в России смертность только увеличивает, в Японии может спасти не одну жизнь. Хотя сами японцы к такой инициативе относятся без энтузиазма. Я очень люблю работать, отдыхать буду в старости. И то, что правительство хочет, чтобы мы работали меньше, это глупости. Лично я меньше работать не собираюсь. Трудолюбие для нас, японцев, часть национального характера. И я горжусь этим. Это, конечно, патологические состояния. То же самое, как бегать, например, по столице нашей Родины со спущенными штанами непрерывно. Это из этой же серии. То есть, когда непрерывно, значит, человек ищет себе сексуальных развлечений до полного истощения. И это особенность мозга, которая так закольцовывается, как в случае с шизофрениками, на определенную систему ценностей. Вот у вас, например, вообще не бывает таких проблем, что эффект наркотической зависимости, эффект наркотического кайфа, то, что мы говорили, от развлечений. Вот, и это проблема вообще не. Я получаю удовольствие от работы. Развлечение для меня, не знаю, мне приятно и с полезным. Моё любимое дело приносит мне удовольствие. Человек настолько пластичное существо, что зачастую даже такую очень примитивную деятельность он может считать творческой. У меня есть знакомый, который уже несколько лет подряд работает дворником и получает от этого массу удовольствия. Вот перед нами 10 тысяч лет комфортной жизни. У нас нет проблемы, что нам нужно заработать на кусок хлеба, иначе мы умрём с голоду. Вы как со своей мотивацией стали бы управлять и планировать, что вам делать, сколько развлекаться, сколько не развлекаться? Не знаю. Вот реально, не знаю. Вот, если честно, я считаю, что если меня поместить вот в те же условия, но вот, скажем так, у меня не было в конце вот той самой медальки, стимула в виде зарплаты, необходимости там покупать еду и так далее, мне кажется, что я бы занимался тем же самым. Кажется. Вот, потому что мне вот моё существование очень нравится. Ирина, вы чем бы занимались, если бы у вас впереди 10 тысяч лет делать ничего не надо? У меня была такая прекрасная практика, наверное, нет. Одно такое наказание, которое я запомнила на всю жизнь, мой папа наказал меня, заставив бездельничать ровно день. И я поняла, что самое ужасное для меня наказание – это именно вот отсутствие каких-либо занятий. Сергей, как вы считаете? Человек должен менять свою доминантность. Естественно, он начнёт делать то, что делали все, кто верил в вечную жизнь. Он начнёт завоёвывать всё, что вокруг него есть. Всё, что он видит. Исходя из нашего обсуждения, мир развлечений будет развиваться по следующей программе. Главным развлечением 21 века будут игры. Компьютерные, интерактивные, социальные. Они постепенно вытеснят привычные нам книги и кино, потому что быть героем самому интереснее, чем следить за актёром. Игры перестанут быть частным делом каждого. Уже к 2050 году они станут жизненно необходимы всему обществу. Так же, как сейчас, всем нам нужны железные дороги. Прежде всего, в нарисованный мир переместятся общение и обучение. А чуть позже, развитие технологий виртуальной реальности позволит превратить в компьютерную игру любую работу. Немного спецэффектов, и вот рабочий уже не просто кладёт кирпичи, а загораживается стеной от огнедышащего дракона. Мир, в котором вся жизнь эта игра, потребует новой организации общества. Чтобы разродненные геймеры оставались гражданами одной страны, государства вынуждены будут сами стать активными игроками. Или даже взять игры под контроль. В новой цивилизации каждый человек будет играть в компьютерную игру с рождения. И не отличать её от реальности. Команда программистов, или просто искусственный интеллект, будет предлагать каждому именно те игровые задания, которые принесут максимальную пользу обществу. Стал донором, получи 100 призовых баллов. Защитил диплом, получи 1000. Параллельно будут развиваться и технологии электрохимического воздействия на мозг, позволяющие круглосуточно развлекаться без всяких усилий. Но поскольку обществу пользы от таких развлечений будет немного, стоить они будут очень дорого. Потребителей таких прямых развлечений головного мозга будет так же мало, как и принципиальных противников виртуальной реальности и компьютерных игр. Немногочисленные любители архаичных традиций будут бежать в тайгу, чтобы пахать там землю бараной и читать летописи 16 века. Вы смотрели программу «На будущее». Прогнозов много, но мы знаем, как будет. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова